Я не говорю, что так будет, но я говорю, что это необходимо. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Это видео я делал целых 4 дня. Не припомню, чтобы я хотя бы один раз в своей карьере тратил столько времени на одно видео. Тем не менее, мои мозги за это время успели вскипеть, испариться и даже высохнуть. Поэтому, ребята, было бы неплохо, если бы вы поставили лайк. Давайте наберем 3000 лайков. Я понимаю, что эта цифра очень большая, но было бы очень приятно ее увидеть на самом деле. Ну и здесь должна была быть какая-нибудь реклама. А давай-ка прорекламирую свой ресурс. Мониторинг обменников exchangesumo.com, где ты можешь обменять биткоин на валюту и валюту на биткоин. Но, конечно, кроме биткоина, там есть и другие криптовалюты и обычные валюты. Ссылка будет в описании. Поехали! Рэй Даллио. Основатель самой огромной в мире инвестиционной компании Bridgewater Associates. На сегодняшний день его состояние оценивается в 18,7 миллиарда долларов. Всего неделю назад он заявил, что мир сошел с ума, а система сломана. В сегодняшнем видео я объясню, что это значит и что нам придется ожидать. Давайте начнем с того, чему нас могут научить истории рецессии и финансовых пузырей. Каждый пузырь – это накопление долга, по словам Рэя Даллио. На данный момент нависший над мировой экономикой корпоративный долг достиг своего исторического пика, так же, как и национальные долги государств. К примеру, государственный долг США составляет уже 22 триллиона долларов с состоянием на январь 2019 года. В 2018 году, как говорит Рэй, это являлось не слишком большой проблемой. Однако он утверждал, что, вероятно, мы находимся в позднем этапе финансового цикла. Следующий видеоотрывок, который я вам покажу, был снят как раз в 2018 году. И Рэй подчеркнул, что осталось около двух лет до окончания этого же 11-летнего роста рынков. Давайте послушаем, что Рэй говорил два года назад и сравним с тем, что он говорит сейчас. Когда вы смотрите назад и обдумываете произошедшие кризисы, какой самый важный единый урок вы извлекли? Я знаю, что уроков этот учитель преподал множество, но какой самый большой именно для вас? Да все они. Уже случались такие долговые финансовые пузыри прежде. Они и становились причиной спада. Есть шесть этапов этого. Вначале мы видим нормальный рост долгов с ростом финансового рынка. Затем начинается этап пузыря. Все начинают экстраполировать то, что уже происходило в прошлом, так что ценные активы начинают расти. И все абсолютно влезают в долги, лишь бы купить их. На этот этап центральные банки обращают немного внимания, потому что он никак не влияет на инфляцию. Я же думаю, что банкам нужно наоборот внимательно наблюдать, а смогут ли все эти набранные долги потом вернуть. Это, я думаю, самый большой урок. И на каком же этапе находимся мы? Мы уже обсуждали в этой студии тот факт, что долг в этой стране сильно вырос с 2008 года. Да, он вырос. Но платежи в счет погашения задолженности по отношению к доходам не выросли так же сильно, как в 2007-2008. Что же, получается бессмысленно рассматривать корпоративные долги? Корпоративный долг, конечно, безумный. Но если вы посмотрите на корпоративную наличность и погашение задолженностей, когда мы просто заполняем формы финансовых отчетов, ситуация совершенно не такая, как в 2007-2008 году. Сейчас формируется сквиз, но в целом мы находимся в том этапе, когда процентные ставки падают, и от которого у нас остается где-то 2 года или что-то в этом роде. Я думаю, последствия от этого долгового кризиса будут значительно отличаться от крайнего кризиса. Каждый такой кризис в некоторой степени уникален. И этот больше всего похож на 1935 год. Эту ситуацию с долгом вы называете кризисом. Но ведь мы еще не в кризисе, или все-таки в нем? Могу ли я привести параллели? Есть тут такие, которые сложно понять. 1929-1932 годы. 2008-2009 годы. У нас были такие же долговые кризисы, а процентные ставки вообще упали ниже нуля. В обеих случаях процентные ставки падали ниже нуля. Всего лишь дважды за столетие. После этого есть только две вещи, которые можно сделать. Печатать деньги и покупать финансовые активы. И то, и то банки и делали, толкнув цены на активы вверх. В результате мы видели подъемы и расширение рынков, и особенно увеличение разрыва по благосостоянию граждан. Потому что если ты владеешь финансовыми активами, ты богатеешь, а если не владеешь, то нет. На сегодня разрыв между бедными и богатыми наибольший с тех пор. Топ-10% богатейших людей владеют такими же богатствами, как остальные 90%. В 1935 году эта цифра равнялась 40%. В результате этого появился популизм, а затем разочарование в популизме. Капитализм не работает для большинства людей. Поэтому у нас и есть этот разрыв. У нас есть также и политический разрыв, и социальный в экономическом понимании. И сейчас мы приближаемся к фазе «Затяни пояса». В 1937 году у нас началась такая же фаза. Однако ни одна такая фаза за всю историю не сработала идеально. Именно поэтому у нас и были рецессии. Невозможно сделать что-то идеально. Итак, мы входим в эту фазу. Теперь нам нужно думать о том, каким будет следующее движение вниз. Мы уже 9 лет в этом. Я верю, у нас будут и политические, и социальные последствия, связанные с популизмом и с менее эффективной монетарной политикой. А менее эффективна она потому, что используется фактически два приема. Понижение процентных ставок, а мы больше не можем их понижать. И второе – это количественное смягчение. И эффекты от этого только умножаются. Я думаю, следующее движение вниз будет совершенно отличаться от всего. Пенсионные проблемы, проблемы здравоохранения, облигации, отсутствие должного финансирования и так далее. Неужели все будет хуже в следующий раз? Я думаю, хуже будет в смысле социальных и политических проблем. С этим будет намного сложнее справиться. Все будет не так, как обычно бывает с большими долговыми кризисами. Это будет медленно развивающийся, более ограниченный долговой кризис, но с куда более неприятными последствиями. Причем не только социальными, но и международными, интернациональными. В ваших книгах чувствуется этот дух кризиса, но возникает вопрос, если мы уже в такой стадии, могут ли именно сейчас, а не после, что-то предпринять, чтобы избежать всего, о чем вы говорите? Прежде всего, мы должны уже задумываться о том, как с этим справиться, потому что это уже неизбежно. А неизбежно это потому, что нет никакого идеального баланса между кредитованием и заимствованием. Я думаю, вот что им нужно сделать в первую очередь. Дать свободу действий. У нас очень много регулирования, и оно в основном написано для того, что стало последним долговым кризисом. Однако с тех пор свободы в действиях стало еще меньше. Да, мы сделали много чего, чтобы банковская система стала безопаснее. Но с другой стороны, у нас развивается теневая банковская система и новые виды таких теневых систем. А значит, меньше свободы. Нам пора думать о том, что такое монетарная политика версия номер 3, как я ее называю, в которой количественное смягчение будет не таким эффективным. А может нам прямо сейчас поднять процентные ставки? Если вы поднимете ставки прямо сейчас, это повлияет на все структуры, связанные с процентами, и на абсолютно все рынки. Фактически, это процентная скидка на все существующие активы. Повторяю, нам нужно думать о монетарной политике версии 3.0, которую сейчас, кстати говоря, практикуют в Японии. Эта модель заключается не просто в покупке финансовых активов. Она фактически заставляет отдельных лиц покупать. Итак, ребята, что мы можем понять из этого видеоотрывка из 2018 года? Рэй Далио верил, что на тот момент мы еще не находились в рецессии. Однако она очень вероятна спустя приблизительно 2 года. Еще одно важное утверждение, которое он сделал, это то, что каждый цикл рынка и финансовый кризис отличается от предыдущего. Люди, в большинстве случаев, учатся на своих ошибках. И, скорее всего, они постараются не допускать их в ближайшем будущем. Но в нашей человеческой природе совершать ошибки. И каждое новое поколение именно поэтому продолжает падать в кроличью нору. Именно поэтому история все-таки себя повторяет периодически. Можно сказать, что старые и новые поколения на рынке рифмуются между собой. Давайте вернемся в наше время и увидим, что Рэй сказал теперь. «Мир сошел с ума, а капитализм не работает». Это его цитата с интервью CNBC. И надо бы задуматься, а что именно говорит об экономической системе то, что один из самых богатых и известных бенефициаров признает публично, что система терпит крах? Давайте послушаем, что еще он сказал в этом интервью CNBC. Вы сказали, что мир сходит с ума, а система, то есть капитализм, прогнил. Вы подчеркнули, к примеру, пропасть между богатыми и бедными, печатание денег, монетарную политику, необеспеченные обстоятельства. Что со всем этим делать? Давайте начнем с того, что это все значит. Все эти попытки стимулировать постфактум смешные, когда мы уже не можем понижать процентные ставки, когда было много случаев печатания денег, в результате чего у крупных инвесторов полно денег, из-за чего они получают меньше отдачи. И их инвестиции скорее являются покупками технических фантазий, а не акций. И все это зашло слишком далеко. Рынки забиты инвесторами с огромными суммами. Мы переходим в период больших трудностей, которые окажут большое влияние на рынок, на политику налогообложения, да и вообще на то, как мы с вами живем. Учитывая все эти вещи, экстремально раздутый популизм, отсутствие эффективной монетарной политики и мировые конфликты, вы должны понимать, что это и есть природа рынка. Поэтому я верю, что нам придется быть достаточно разумными, чтобы вместе разработать модель системы, которая работала бы лучше и предоставляла равные возможности, но одновременно с этим и влияла бы на рост экономики в целом. Потому что на самом деле у нас много хороших инвестиционных возможностей, например, образование. Также я подчеркиваю, что движение в сторону отрицательных процентных ставок приведет к необходимости налогово-монетарной координации. Это очень опасно. У нас будет огромный бюджетный дефицит, огромные долги, и все это на фоне необходимости финансировать наши обязательства, пенсионные, здравоохранительные и так далее. Поэтому те, кто печатают деньги, снова включат свои принтеры. Система неэффективна, вот что я хочу сказать. Монетарная и налоговая политика также работает неэффективно. На фоне всего происходящего в мире ситуация устрашает. Но кто же имеет ответственность исправить это? Вы описали очень ужасающую ситуацию. Это должно исправлять правительство? Или же корпоративы? Возможно, просто отдельные личности. Кто решит эту проблему? Я думаю, что нельзя решать это фрагментарно. Я бы сказал, что лидеры, президент, губернаторы и так далее, должны действовать скоординированно. Я не говорю, что так будет, но я говорю, что это необходимо, потому что мы идем к чему-то очень похожему на войну. Поэтому умные люди, которые понимают приземленные потребности, должны понять, что только вместе можно все изменить, чтобы создать систему, в которой экономика заработает хорошо. Например, образование. Если посмотреть на статистику образования, мы поймем, что надо что-то менять. Поэтому, чтобы уничтожить этого зверя, которого мы вскормили, нужно делать это скоординированно и прямо. Никакого партизанства и прочего. Но, скорее всего, этого не произойдет. Больше шансов, что деньги будут печатать еще больше, потому что это необходимо, чтобы покрыть все дефициты. Будут крайне плохие доходы у инвесторов. И в конце концов, компании больше не будут приносить доходы этим инвесторам, а значит, они будут продавать не акции, а просто иллюзии и фантазии. Все эти вещи и нужно прямо сейчас нормализировать, ведь со временем парадигма сдвинется на 180 градусов. Те вещи, которые сейчас поддерживают рынки, будут их уничтожать. За последние годы, с точки зрения налогов, мы видели их урезание. С точки зрения монетарной политики, мы были свидетелями понижения процентных ставок. Вы бы рекомендовали обратить эти процессы? Например, начать повышать процентные ставки прямо сейчас? Нет, я думаю, что система окончательно застряла. Вы не можете поднимать ставки сейчас. Потому что в результате стимулирования, компании и разнообразные организации влезли в большие долги. Все это было простимулировано за одолженные компаниями средства. Если вы прямо сейчас начнете повышать ставки, это приведет к краху цен. Например, если вы сейчас обратите снижение налогов для какой-то компании, это приведет, скажем, к 15% изменению доходности и цены акции. Поэтому, если вы обратите все действия за последние годы, это приведет к изменениям не только ставок и налогов. Все это связано. Поэтому нужно делать все очень аккуратно. Я убежден, существует множество хороших инвестиций, поэтому нам нет нужды поднимать налоги. Вопрос лишь в том, как хорошо мы построим новую модель и будем ли делать это прямо или по-партизански. Нет простых ответов, потому что, когда мы испытываем проблемы в монетарной политике, мы испытываем такие же проблемы в стимулировании, которые обычно практиковалось в такой ситуации. Система капитализма для большинства людей прогнила. Рэй Далио. Это началось с финансового кризиса 10 лет назад, когда центральные банки начали печатать триллионы долларов в попытке отсрочить финансовый коллапс. Банки использовали эти деньги, чтобы купить облигации, тем самым вкладывая огромные суммы в руки крупных инвесторов, среди которых числились банки или же просто богатые личности. Предполагалось, что эти инвесторы будут тратить деньги, тем самым стимулируя экономику потребления, что в свою очередь помогло бы создать новые рабочие места. Однако это не сработало. Причина, почему эти деньги, которые получали крупные инвесторы, не привели к росту, заключалась в очень простой истине. Инвесторы, получающие такие суммы, не хотели их тратить. Они предпочитали их реинвестировать. Поэтому они и начали инвестировать полученные суммы, двигая рынок к новым вершинам. И даже несмотря на то, что в реальной экономике заработные платы в состоянии стагнации, фондовый индекс S&P 500 бьет немыслимые рекорды, достигнув нового исторического пика в этом месяце. Инвесторы игнорируют даже снижение темпа в экономике в Европе и Китае, будто бы пытаются убедить всех, что американо-китайские торговые войны вот-вот закончатся. Как и другие аналитики, Далио заметил, что цена акций компании с некоторых пор перестала корректно отображать состояние здоровья компании и ее доходов. Теперь рыночные движения зачастую происходят на основе ожиданий инвесторов. Того, что центральные банки, такие как, например, ФРС США, в очередной раз выплюнут порцию денег на рынок. На рынке облигаций, например, так много денег, что инвесторы готовы получать все меньше профита от одолженных денег. Поэтому для множества государственных облигаций, особенно в европейских странах, доходность упала до нуля и даже ниже, фактически с минусовыми процентными ставками. Это означает, что я даю деньги, и проценты за эти же деньги даю тоже я. Это просто безумие какое-то. Когда деньги больше, чем просто бесплатные, люди будут делать с ними бессмысленные и нездравые вещи. И поверьте, это не закончится хорошо. Инвесторы загоняются в отрицательные процентные ставки, получая все меньшую доходность. Однако у них все еще огромное количество денег. Именно поэтому мы имеем схему, где деньги просто циркулируют от банков к крупным инвесторам. И обратно, по пути не проходя через руки обычных людей, чьи зарплаты зависят от этого капитала. И пока богатейшие инвесторы могут практически бесплатно одалживать деньги сегодня, люди с печальной финансовой ситуацией даже не могут получить доступ к этому капиталу, чтобы улучшить свое состояние. Также мы имеем огромную пропасть между богатыми и бедными, которая постоянно увеличивается. Рэй Даллио говорит, что данная ситуация будет только ухудшаться, потому что правительства по всему миру одалживают огромные суммы денег. И эти суммы будут только увеличиваться в следующие экономические спады. Самое важное, что мы увидим в новой рецессии, это изменение парадигмы, когда то, что сегодня стимулирует рост рынка, будет его уничтожать. Я верю, что те, кто держит биткоин и золото, станут теми людьми, которые получат выгоду в первую очередь. Именно поэтому сегодня я биткоин-максималист. Пишите в комментариях, что вы думаете о Рэй Даллио и о его утверждениях о состоянии современной экономики и капитализма. А также поставьте лайк этому видео, давайте наберем 3000 лайков, я ведь старался, и мне будет приятно. И я найду мотивацию для того, чтобы делать еще больше роликов. Большое спасибо. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok